Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Действующие лица» и меня зовут Кристина Сорокина. Сегодня у нас в гостях директор Департамента финансов администрации города Краснодар Александр Чулков. Александр Сергеевич, я вас приветствую, рада видеть в нашей студии. Здравствуйте, Кристина, это «Взаимно». Предлагаю нам сегодня поговорить о деятельности Департамента и непосредственно о городском бюджете. Давайте начнем с того, чем же все-таки занимается Департамент финансов города Краснодара. Департамент финансов – это большой, сложно устроенный орган. Если вы спросите у моих коллег по моей работе в здании администрации, чем занимается Департамент, то, скорее всего, вам ответят, что он занимается планированием составления местного бюджета. На самом деле это лишь вершина айсберга всей этой сложной работы по муниципальным финансам. Большую роль занимает сфера контроля. Если мы возьмем предварительный контроль, то есть оценку начальной максимальной цены контрактов по всем закупкам, по всем операциям, по всем товарам, работам, услугам, которые приобретаются для муниципальных нужд, то это тоже работа моего департамента. Если мы с вами будем говорить про контроль последующий, когда оценивается уже эффективность вложенных средств, их целесообразность, их целевой характер, то это тоже вопрос к ревизорам Департамента финансов. Кроме того, мы оказываем методическую помощь в части ведения бюджетного учета нашим муниципальным казенным бюджетным автономным учреждениям. Занимаемся казначейским обслуживанием, исполнением бюджета. То есть все те моменты, которые стоят за бюджетом, они тоже обширные, и их много, они сложные, каждый по-своему. Прошлый год для бюджета города Краснодара оказался профицитным. Скажите, пожалуйста, что на это повлияло? Профицит действительно составил 2,4 млрд рублей, и на это повлияло прежде всего то, что были единоразовые платежи. Почетный гражданин города Краснодара Сергей Николаевич Галицкий заплатил налог на доходы физлиц от сделки по продаже акций «Магнит». И это за собой повлекло большое, взрывное, я выражусь так, увеличение доходной части бюджета. И, собственно, благодаря вот этому профициту, который образовался в 2019 году, он помог нам нивелировать, то есть сгладить все те потрясения, которые нам принес коронавирус. К сожалению, никто не мог подумать, что вся мировая экономика окажется в такой ситуации, когда все закрылось, ничего не работало, соответственно, и налогов не было. Но вот эта подушка безопасности, она нам помогла. А как именно? Получается, в бюджетном учете это отражается как остатки на счетах, все не потраченное в предыдущем году. И поэтому мы направляли на расходные обязательства, на выполнение расходных обязательств именно эти средства. Потому что доходов нет, но расходы не стоят на месте, жизнь продолжается. Необходимо было выплачивать заработную плату работникам бюджетной сферы, необходимо было убирать город, благоустраивать его, содержать дороги. Поэтому все это не могло ждать, и расходы должны были быть обеспечены. Так что вот благодаря тому профициту мы, ну смею, уже, наверное, можно смело сказать, выжили. Замечательно. Если мы будем еще говорить немножко о прошлом году, то есть в 2019-м эксперты зафиксировали максимальный за всю историю налог на кубанское имущество. Вот с чем это связано? Ну, за всю Кубань я говорить не могу. В части имущества физлиц, которое принадлежит в городе Краснодаре, то рост действительно был с примерно 570 миллионов в 2018 году, за 2019 было уплачено 870. Связано это с тем, что вы видите, город растет, город развивается, появляются новые объекты недвижимости, которые ставятся на учет, и, соответственно, горожане платят налоги. А кроме того, сейчас налогообложение идет по кадастровой стоимости. И для того, чтобы гражданину, жителю города не было слишком накладно платить из года в год повышающийся налог по кадастровой стоимости по этапу, но он был разделен на поправочный коэффициент 0,2, 0,4, 0,6. В том году он составил 0,6, а, соответственно, тоже увеличились поступления от налога на имущество физлиц. Ну, давайте теперь к основному, к городскому бюджету. Скажите, пожалуйста, из чего он складывается? Ну, если совсем упрощая, то бюджет — это три кита, три составные части. Доходы, расходы и источники финансирования дефицита, если образовался дефицит, ну или источники профицита, если у нас доходов было больше, чем расходов. Это три основные части. Да, их можно внутри бесконечно делить, но, опять же, если тоже попроще, то доходы могут быть собственные, то есть те налоги, неналоговые поступления, которые мы заработали сами. И есть еще безвозмездные поступления, то есть та помощь Федерации, та помощь Краснодарского края, которую мы тоже получаем на решение вопросов местного значения, на переданные госполномочия, ну это субвенции, субсидии, дотации. В части расходов подходов может быть много, ну а дефицит, да, он покрывается либо долговыми обязательствами, либо, вернее, привлечением коммерческих кредитов, либо бюджетными кредитами, либо выпуском облигаций. А кто принимает участие в составлении бюджета города? Ну, вся ответственность за составление бюджета возложена на финансовый орган, то есть на департамент финансов, а занимаются в составлении бюджета, по сути, все главные распорядители бюджетных средств, то есть те органы власти, которые реализуют ту или иную функцию по управлению городом. Допустим, департамент образования, он отвечает за сады, за дополнительное образование, за средние школы, лицеи, гимназии и прочую сеть своих учреждений. Управление по делам молодежи отвечает за функции в патриотическом воспитании подростков и детей и молодого населения нашего города. Департамент транспорта отвечает за дороги, за ливневую канализацию. Поэтому вот те все функции, которые реализуются, у них есть кто-то, кто отвечает за это, то есть орган власти. А орган власти знает, сколько денег ему нужно на зарплату, на горюче-смазочные материалы, на связь, на все-все-все те статьи расходов, на выполнение функций. Поэтому они присылают заявки в департамент финансов. Ну а мы уже вынуждены удовлетворить по максимуму. Но понятно, что есть необходимость резать, обижать наши главные распорядители, поскольку возможности доходной части, они, увы, не безграничны, к сожалению. Каковы особенности формирования бюджета нашего города? Есть ли какие-то отличия, может быть, по отношению с другими городами или муниципалитетами края? Естественно, отличия есть, потому что мы отличаемся, например, от Черноморского побережья, от территории, где развито сельское хозяйство. Мы город, мы административный центр Кубани, поэтому у нас больше развито строительство, у нас развита торговая сфера, у нас не так велик приток налоговых поступлений, неналоговых поступлений от туризма, от сельского хозяйства. Поэтому специфика накладывается тем, что развито на этой территории, то есть социально-экономическим характером этой территории. Есть такой документ, я его сама нашла в интернете, называется «Бюджет для граждан». Что это такое? Объясните, пожалуйста, нашим телезрителям и для чего он нужен. «Бюджет для граждан» — это документ, в котором мы пытаемся доступным, понятным языком, при помощи визуализации, при помощи графиков, схем, наглядного какого-то материала разъяснить, как устроен бюджет города. То есть вот там мы пытаемся ответить на вопросы, которые вы задаете. Что входит в доходную часть? На что тратятся средства налогоплательщиков? Какие поступления дает Федерация? Какие поступления дает Край? Что в итоге у нас получается? Профицит или дефицит? Естественно, человека интересует не абстрактный город целиком, сколько будет школ построено. Его интересует, будет ли у него школа или детский сад под боком, что называется, возле его дома. Будет ли сквер рядом с его домом? То есть на вот эти все вопросы мы пытаемся ответить. Будет ли продлена трамвайная линия по Московской? То есть жители интересуют конкретные направления расходов, которые связаны так или иначе с тем местом, где они живут. Поэтому мы пытаемся ответить на эти вопросы. Пытаемся отвечать сами. Нам вроде кажется, когда мы читаем этот документ, что он понятен. Хотя, конечно, есть простор для роста, есть куда расти. А как граждане могут ознакомиться с ним? Мы его размещаем на официальном интернет-портале администрации городской думы, на krd.ru, в разделе департамент финансов. Там есть отдельная вкладка «Бюджет для граждан». Я знаю, Краснодарский край печатают брошюру, красочную, наглядную. Но мы пошли по пути цифровизации. Мы размещаем на сайте. Какие-то вопросы от краснодарцев поступают на эту тему? Регулярно поступают запросы граждан в части расходов. Можно ли увеличить расходы, допустим, на физическую культуру, на культуру просто. Какие-то досуговые мероприятия. Как пополнить доходную часть. Тоже есть предложение от граждан. Мы, естественно, все это рассматриваем. Они не обязательно приходят именно по линии бюджета для граждан. Мы открыты всегда. У нас есть обратная форма связи на сайте. К нам приходят люди. Мы ведем прием граждан. К нам поступают письменные обращения. То есть мы обязательно обработаем. Никто не уходит без ответа. Да, мы не всегда можем ответить на поставленные вопросы, потому что есть расходные полномочия. Город отвечает за определенный перечень обязанностей. За что-то отвечает край, за что-то отвечает федерация. Но в рамках нашей компетенции мы всегда подсказываем, куда обратиться, как помочь. Мы стараемся. Бюджет города на протяжении многих лет уже сохраняет социальную направленность. Расскажите немножко, пожалуйста, об этом. Что это значит? Социальная направленность означает, что на расходы, которые так или иначе связаны с социальной сферой, а тут подхода может быть два. Теоретики говорят, что социальная сфера — это все, что связано с жизнью города, с жизнью населения. То есть сюда включают и транспорт, и жилищное, коммунальное хозяйство. Но с позиции бюджетного кодекса социальная сфера — это образование, здравоохранение, культура, физкультура, досуг, молодежная политика, социальная политика и вот эти все аспекты. Социальная ориентированность местного бюджета означает, что на вот эти названные мной цели идет 62% или почти 23 миллиарда рублей от нашего местного бюджета. То есть в любом случае больше половины? Больше половины. Так было вот на протяжении… Я работаю 11 лет, и на протяжении всех этих лет эта пропорция сохранялась. То есть я могу за это отвечать. Уверен, так было и ранее. Какие стратегические цели преследует местный бюджет? Ну, стратегия у местного бюджета — это одна. Это качество жизни населения, потому что просто сидеть и экономить, чахнуть над златом, как в русских народных сказках, это было бы неверно, потому что весь бюджет, вся деятельность городского местного самоуправления, она должна быть направлена на развитие жизни населения, на повышение качества его жизни. Поэтому мы понимаем, что необходимо строить школы, необходимо софинансировать те программы, в которых мы участвуем, как Российской Федерации, так и Краснодарского края. Поэтому развитие для нас — это увеличение доли социальных расходов, но тем не менее не забывая про те транспортные услуги, обновление трамвайного парка, новые какие-то дороги, реконструкция старых дорог. Поэтому все то, с чем так или иначе сталкивается человек, сталкивается житель, — вот это и есть стратегия города Краснодара. — То есть все насущные проблемы, естественно, тоже учтены? — Конечно, потому что как только человек выходит из дома, добирается он на учебу, на работу, куда-то по своим делам, отдыха, он так или иначе сталкивается с городской жизнью, он не может быть оторван от нее, он не может их проигнорировать. Поэтому если где-то есть недоработка, если есть что-то, что требует вмешательства, улучшения, то, естественно, это все тоже вопрос к нам, но, соответственно, и опосредованно к бюджету. — Спасибо. Я думаю, сейчас мы можем сделать короткий перерыв, после продолжим рекламу на нашем телеканале. Вы смотрите программу «Действующие лица», и мы продолжаем. Напоминаю, в гостях у нас сегодня директор Департамента финансов администрации города Краснодара Александр Чулков. Александр Сергеевич, давайте продолжим, как мы уже начали в первой части, говорить о составлении городского местного бюджета и о деятельности Департамента финансов. Давайте продолжим. Вот такой вопрос у меня к вам. Скажите, вы сказали, что большая часть средств все-таки направлена на какую-то социальную сферу нашей жизни. А как же обеспечивается вот эта сбалансированность бюджета? Сбалансированность бюджета подразумевает, что наша доходная часть должна быть расходной. Но опять, доходы равны расходам. Это в идеальных условиях возможно, это допустимо. Как правило, расходы всегда нужны в большем объеме, должны быть произведены, чем позволяют доходная часть бюджета. И, соответственно, здесь есть привлечение источников финансированного дефицита. Потому что когда расходов больше, возникает дефицит. Соответственно, сбалансированность бюджета подразумевает, что доходы плюс источники финансированного дефицита должны быть равны расходной части. Совсем недавно Краснодар стал призером в конкурсе проектов по предоставлению бюджета для граждан, как раз о чем мы говорили с вами, на территории региона в 2020 году. Прокомментируйте, пожалуйста, что это за конкурс, что он для департамента значит. Для нас победа в этом конкурсе, который проводится Министерством финансов Краснодарского края, очень значима, очень важна. И как признание наших заслуг, потому что мы не привлекаем никакие сторонние организации, не привлекаем профессиональных писателей, журналистов для этого. Мы делаем это, собственно, сами внутри нашего департамента. Поэтому именно оценка нашего труда нам была безумно приятна от Минфина, от тех, кто выбирал наш проект, поддерживал наш проект. Но мы понимаем, что есть куда расти. Есть еще более понятные слова, которыми можно рассказать. Потому что мы читаем, мы понимаем, мы работаем в этой сфере, и у нас вопросов нет. Но мы должны быть максимально приближены для населения, чтобы конечный потребитель информации, студенты, пенсионеры, работающие граждане, чтобы они понимали, о чем здесь написано, и что мы хотим донести до них. Поэтому эта оценка, спасибо за нее, она высока, но мы понимаем, что есть еще безграничный океан идей, целей и задач, которые надо достигать. На сегодняшний день существуют ли долговые обязательства у местного бюджета? У местного бюджета есть долговые обязательства. Они составляют чуть более 8 миллиардов рублей. Но эта цифра не должна вас пугать, не должна пугать телезрителей, потому что это не значит, что 31 декабря текущего года мы обязаны заплатить эти 8 миллиардов. Наш долг распределен во времени, до 2023 года. И таким позитивным фактором, опять же, благодаря помощи Краснодарского края, я считаю, что наша структура долга следующая. У нас половина — это коммерческие кредиты, то есть кредиты банков, а половину нам предоставил Краснодарский край по льготным бюджетным кредитам. Там процентная ставка 0,1% годовых. То есть, по сути, они для нас бесплатные. Поэтому наличие вот этой помощи от края — это очень чувствительно, очень ощутимо. Но, опять же, мы работаем с нашим местным долгом. Мы не просто взяли кредит и держим его по ставкам, которые были там 2 года, 3 года назад высоки. Мы проводим реструктуризацию. Благодаря вот этим всем процедурам рефинансирования этого кредита, мы за 4 года снизили его обслуживание. То есть, в год мы тратили до миллиарда рублей только на проценты. Ну, года 4 назад. А миллиард рублей — это, по сути, новая школа. Сейчас же мы платим порядка 225 миллионов рублей в год на обслуживание. И я считаю, что за 4 года это большое достижение. А сколько сейчас составляет местный бюджет? Местный бюджет по расходной части составляет 37 миллиардов с небольшим рублей. Это на текущий момент? На текущий момент. Или запланировано на весь год? Нет, это на весь год. Это план наш на весь год с учетом последних изменений, которые внесены на заседание Городской думы. А сколько на данный период составляют расходы местного бюджета по отрасли жилищно-коммунального хозяйства? Жилищно-коммунальное хозяйство тоже одна из основных отраслей, куда расходуется местный бюджет. Если есть социальная сфера, мы подробно поговорили, то жилищно-коммунальное хозяйство, оно, конечно, меньше. 4 миллиарда примерно 800 миллионов на него идет. И здесь львиная доля — это благоустройство. Потому что в благоустройство входит не только, как можно подумать, там, плитка, кустики или что-то нет. Это благоустройство — это санитария, то есть поддержание города в чистоте и порядке, содержание его дорог в чистоте и порядке. Кроме того, есть еще отдельно жилищное хозяйство, то есть расселение аварийных домов. Есть дома высокой степени готовности, но которые в силу каких-то нарушений подрядчика не сдаются в срок. То есть требуется тоже финансирование, достройка этих проблемных объектов из местного бюджета. Но есть коммунальное хозяйство, то есть актуализация схем тепла, электро, энерго, газоснабжения, водоснабжения. Ну и, соответственно, тоже расходы на это. В общей сумме, повторюсь, 4 миллиарда 800 с небольшим. Какие еще отрасли составляют большую часть расходов местного бюджета? Ну мы с вами, по сути, затронули все отрасли. Это социальная сфера, это обслуживание муниципального долга, финансирование аппарата управления и жилищно-коммунальное хозяйство. Мы с вами охватили максимально. Но есть еще, конечно, правоохранительная деятельность. Это название раздела бюджетной классификации, но по нему финансируется муниципальная пожарная охрана, служба спасения, вот эти вопросы. Тоже безопасность жизнедеятельности нашего населения. А какая часть, опять же, местного бюджета реализуется, тратится на реализацию национальных проектов? Или это все-таки больше прерогатива, скажем так, регионального бюджета? Большая доля расходов сформирована в рамках нацпроектов. Примерно 4 миллиарда 800, 4 миллиарда 700 – это национальные проекты. Их всего у нас 5, но самые два больших основных – это безопасные качественные автодороги, это 2 миллиарда рублей. Соответственно, весь ремонт, ну почти весь ремонт, реконструкция дорог, которые идут сейчас – это все средства вот этого национального проекта. И другой важный национальный проект, они все важны, естественно, но наиболее с высоким удельным весом финансирования – это жилье и городская среда. Несмотря на это название, в нем вопросы больше именно не жилья, не городской среды, но строительство новых школ, новых детских садов, которые активно в городе строятся, вы видите, 9 школ одновременно строятся, 5 садов одновременно строятся. Есть проекты, вернее, национальные проекты небольшие. Например, культура – это всего лишь 9 миллионов рублей на приобретение музыкальных инструментов для нескольких музыкальных школ города. Кроме того, есть еще по образованию проекты, национальные проекты. А что касается муниципальных программ, их же, как я понимаю, с каждым годом становится все больше. Ну, в этом году у нас действует 25 муниципальных программ. Программный принцип заключается в том, что если раньше при старом, добром, смертном финансировании никто во главу угла не ставил вопрос эффективности, деньги выделялись, деньги тратились, и, соответственно, критерием эффективности расходов было то, что они в полном объеме выделенные средства и зарасходованы. То примерно с 2012-2013 года возникает программно-целевой принцип бюджетирования. Есть программа, то есть нормативный документ, который утвержден, и в нем ставятся цели и задачи. Вот есть средства, вот необходимые цели и задачи, которые должны быть выполнены. И, соответственно, вот на эти цели тратится 93% от общего объема местного бюджета. Ну, это колоссально. Вот этот процент, он растет из года в год. И, соответственно, потом главные распорядители, которые занимались расходованием средств, они отчитываются, что было достигнуто в людях, в штуках, в километрах, то есть в натуральных показателях, как из расхода на рубли и на что все это пошло, к чему это привело. А отражается ли в местном бюджете какая-то строка выделения средств на охрану окружающей среды? И если да, то какая сумма? Ну, в силу того, что это полномочия, опять же, не города, а больше федеральные, краевые, то в местном бюджете совершенно незначительная сумма предусмотрена на охрану окружающей среды порядка 8-10 миллионов рублей. Это связано с борьбой с комарами, вот этим прочим гнусом, и на борьбу с таким сорняком известным, как ценхрусмалоцветковый. То есть вот это уже наша полномочия, борьба с сорняками. Как вы считаете, период пандемии в целом отразится на финансовых итогах года для города? Конечно, мы часть мировой экономики, мы часть российской экономики, поэтому мы не можем никак остаться в стороне от этого. Да, город мало зависит от цены на нефть, да, город не зависит от колебаний валютных курсов, но, естественно, такие грандиозные события, как коронавирус, который случился в этом году, то он, несомненно, не мог не повлиять на бюджет, на жизнь города. Благодаря поддержке, которую оказывает и край, и город, мы уменьшили ставки по единому налогу на вмененный доход вдвое и по упрощенной системе налогообложения. Примерное недополучение из-за вот этих действий, которые предприняты, это порядка миллиард четыреста. То есть местный бюджет недополучит в виде доходов. Но, опять же, повторюсь, мы не должны быть просто теми, кто сидит, держит эти деньги и не отдает. Мы понимаем, что если мы сейчас предпринимателям даем льготу, то, соответственно, быстрее они смогут оправиться от этого, быстрее они запустят свое производство, свой малый, средний бизнес. И, соответственно, вот эта наша поддержка, она поможет им развиваться. И деньги так или иначе в бюджет потом придут, потому что они выживут. Угу. Хотела вот как раз, да, про налоговые каникулы для предприятий узнать. Для городского бюджета еще как это, в какой степени отражается вот в данный момент? Предложенные налоговые каникулы означают, что на полгода, где-то на год, на 9 месяцев дана отсрочка по уплате налогов. Ну а, соответственно, предприниматели могут не торопиться. Если у них срок оплаты, допустим, сентябрь или октябрь или август, май, которые уже прошли, они могут платить благодаря постановлению правительства позже. То есть в настоящее время бюджет, ну мы видим по поступлениям, каждый день мы видим поступление, он исполняется. Бюджет вообще устроен так, что это не какие-то хранилища с деньгами или со слитками, нет. У нас есть единый расчетный счет, на который все доходы поступают, из которого тут же все расходы осуществляются. Поэтому по поступлениям мы стараемся балансировать, мы видим, что они есть. В части поддержки, да, мы ее оказываем. Соответственно, мы видим, конечно, что есть проседания, что люди стараются платить чуть-чуть позже. Ну это нормально, для этого эта мера и предпринималась. Давайте немножечко про бюджет на следующий год. Когда будет готов уже проект? В соответствии с бюджетным законодательством на декабрьском заседании Городской думы депутаты должны его либо отклонить, либо принять, на что мы надеемся. Работа над бюджетом, по сути, начинается с момента окончания работы над бюджетом прошлого года. То есть в мае принимается отчет об исполнении предыдущего бюджета. И уже первые какие-то робкие попытки, робкие попытки понять, что у нас с доходами и на что необходимо направить эти доходы, основные определения расходов, они начинаются, как правило, в июне. То есть сейчас вот у нас сентябрь и у нас разгар этого процесса. Октябрь, ноябрь, это будет, но только набираться будут эти обороты. Поэтому работа кипит. Мы с нашими коллегами из других управлений, департаментов, внутригородских округов, мы обсуждаем, мы над цифрами бьемся, где можно чуть уменьшить, где необходимо увеличить. То есть это живой процесс, живая жизнедеятельность. Поэтому работа кипит уже. У нас осталось совсем немножечко времени, поэтому, Александр Сергеевич, предлагаю вам поздравить ваших коллег с Днем финансиста, профессиональным праздником. Прошу вас в камеру. Дорогие друзья, единомышленники, сердечно поздравляю вас с Днем финансиста. Мы с вами одной крови, мы с вами делаем одно дело, важное, нужное, не всегда заметное, но в любом случае кровеносная система города, края страны — это финансы. Поздравляю вас с профессиональным праздником, краевых финансистов, городских финансистов. Будьте здоровы, будьте счастливы, пусть все у нас вместе получится. Спасибо. Вам спасибо большое, что пришли, уделили нам время, ответили на наши вопросы. Я думаю, и многих горожан, они интересовали. Теперь все ответы получены. Спасибо вам. Напомню, в гостях у нас сегодня был директор Департамента финансов города Краснодара Александр Чулков. Спасибо вам еще раз большое. Спасибо вам. Всего доброго и до встречи на Главном городском. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok